Надо сигнал дать. Ну-ка. Ла короткий. Приветствую, дорогие друзья. В сентябре 1856 года колесный грузопассажирский пароход «Арабия» отправился с причала города Канзас вверх по течению Миссури. На борту судна было целых 200 тонн полезных грузов. Корабль вез стройматериалы и снаряжение для 14 строящихся городов. Кроме того, множество людей решило добраться до границы именно водным путем. «Арабия» уже три года ходила по Миссури и слыла весьма надежным судном. Никто из членов команды и пассажиров не догадывался, что этот рейс станет для крепкого парохода последним. Курс корабля был проложен на запад и под вечер ослепленный светом солнца рулевой не заметил в воде огромный ствол грецкого ореха. Бревно разворотило дубовый корпус Арабии и пароход быстро пошел ко дну. Река в том месте была заилиной и люди легко выбрались на берег. Однако груз спасти не удалось. Пароход вместе со всем содержимым так и остался на дне. Вскоре поползли слухи, будто бы на корабле перевозили 400 бочонков первоклассного виски и драгоценности. Дважды местные жители попытались добраться до парохода, но им удалось спасти лишь ящик фетровых шляп. Позже русло Миссури прилично сместилось и корпус судна оказался под 10-метровым слоем речного наноса. А со временем сокровища Арабии превратились в миф. Лишь спустя 130 лет люди снова заинтересовались пароходом. Дэвид Хоули с помощью металлоискателя, информации из старых газет и карт выветривания почвы все-таки смог найти то самое место, где покоились останки судна. К его удивлению, корабль оказался погребен на глубине 14 метров прямо посреди кукурузного поля одного фермера из Канзаса. Договорившись с земледельцем, археологи подогнали к полю два крупных экскаватора и подъемный кран. Людям пришлось вырыть приличных размеров котлован, но в результате им все-таки удалось спасти большую часть сохранившегося груза Арабии. Кроме того, искатели сокровищ подняли на поверхность кости единственной жертвы аварии – мула и то самое бревно, которое потопило корабль. Целый год археологи трудились не покладая рук, но в результате в их распоряжении оказалось множество крайне занятных вещей – бочки касторового масла, бутылки мускатных орехов, молотки, перочиные ножи, очки, груды одежды и обуви и даже огнестрельное оружие полутора вековой давности. Сегодня большая часть добычи искателей сокровищ оказалась в распоряжении музея американского города Канзас, того самого, откуда Арабия когда-то отправилась в свой последний рейс. Масштабная выставка позволяет посетителям полюбоваться на груз затонувшего судна, а кроме того, там представлены архивные кадры об истории раскопок и полная история судна. Вот и еще один корабль-призрак перестал быть легендой, превратившись в обычный музейный экспонат. Выставка сокровищ Арабии ежегодно привлекает множество туристов и не мудрено. Всем очень интересно поглядеть на корабль и груз, пролежавший в земле более сотни лет.